салют товарищи подписчики очень важная тема надеюсь прочитали комментарии это комментарий был на ютубе кто то из подписчиков под видео где я делал обзор на сойку там где она так на руку прилетает и прилетела красиво значит пишет что вот эта вот птичка то есть сойка нападала на клетку с ее попугайчиком в общем отогнала попугайчик кричал значит что я вам хочу рассказать значит видео посвящается тем пользователям которые любят своих птиц домашних там попугайчиков, амадинчиков, канарейчиков ну и других неважно любых птичек вот все что у вас сидит в клетке даже тех же хомячков вы летом выносите их на свежий воздух подышать это все хорошо, это все замечательно но вы должны понимать что есть такие хищники которые могут из ваших птичек сделать кастрюльку мяса понимаете значит смотрите какая ситуация сделаю такое перечисление кто может нападать на ваших птичек и хомячков значит смотрите это ястреб перепелятник сокол пустельга все врановые сороки сойки особенно грачи нет потому что они такие более стайные птицы и собственно к жилью человека близко не подлетают они нет круганы тоже круг ворон круг тоже нет вот именно сойки и сороки они такие вот очень наглые как бы человек особо не боятся то есть ну в плане того что подлетает к дому очень близко дальше есть у нас еще такая птичка интересно называется серый сорокопуд такая она небольшая размером как скворец но очень шустрая и хищная то есть это певчий хищник у нее есть песня можете прогулить послушать как-нибудь прилетит к нам на обзор покажу вам ее значит это перелетная птица они в наших краях как снегири прилетают в общем скоро прилетят будет обзор обязательно запиляю есть сорокопуд жулан а не поменьше а это именно серый сорокопуд так вот залазить на клеточку так же самое как и ястреба пусть и льга стратегия такая они засовывают лапу и птичка метается 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 он только хватит ее и вытаскивает вот все что он вытащит это его ну как правило ну туловище разрывает перья остаются в общем много крови перьев и птички вашей не будет поэтому настоятельная рекомендация если вы летом там осенью когда там неважно когда вы там выносите своих питомцев на свежий воздух обязательно они должны быть либо под присмотром либо делаете клетку в клетке то есть стоит ваша клетка а сверху одеваете какое-то что-то куполообразное ну в виде какой-то другой клетки чтобы ну не было контакта с вашей клеткой то есть если ястреб этот сядет он лапу просунет он не дотянется до клетки ну вот такая вот история поэтому обращайте на это очень серьезное внимание потому что очень многие люди там общались мы по разным ситуациям рассказывали ой у нас то у нас та птичка погибла причем они приходят а в клетке лежит уже труп разорванный то есть они не понимают что это было там типа ой именно или кошка кстати кошки тоже могут они любят залазить на клетки и так лапками туда так просовывают но кошки там не сильно у них это получается вот вот у ястребов у соколов это прям вообще красота получается поэтому следите за вашими птичками иначе будет беда все пишите звоните